здравствуйте товарищи снова я после долгого перерыва в другом пространстве на том же канале я читаю по теории эволюции там на другом образе здесь я в образе который более привычен не до той среды где митинги на митингах и давно не выступал я даже при плохом раскладе этим выступлением соберу больше просмотров чем может собрать на митинге региональное отделение кпрф я хочу поделиться своими мыслями которые собирал с того момента как мы завершили работу над нашим фильмом поисках пролетария и даже такие вопросы адресованные общество и начну я буквально со вчерашних мыслей которые возникли на входе беседы с очаровательной представительницы офисного бланктона она говорит что я ненавижу морозы я тоже ненавижу морозы но вот она считает что главное это переехать в город где потеплее а там уже все равно какую работу искать я наоборот вижу что надо работа самое главное на север можно ехать хотя я тоже хотел бы в Сочи или в Тропико жить ради работы приоритеты другие меня давно интересует классовое сознание вот этих людей которые занимаются производством различных бумаг документов секретарей бухгалтеров я задавал ей вопросы в контексте на которые давно указываю левым марксистам это количество и качество трудового дня идея моя проста маркс он был ученый извлекал свои идеи из империки и живой жизни шла борьба за сокращение рабочего дня потому что до 20 часов находила рабочий день естественно люди согласиться с этим не могли и у маркса других идей тоже возник не могло и предполагалось что освободившееся время люди используют для саморазвития для самообразования до сих пор выдвигаются некоторые марксистами тезисы даешь 6 часов рабочий день я кстати скептически к этому отношусь потому что практика показала что люди используют досуг для употребления вещей ненужных сейчас даже и вредных всякие там спиннеры дом 2 компьютерные игрушки варкрафт и так далее даже вот это общество потребления такая характеристика после индустриального общества и советское время у рабочих бытовала поговорка вынул гайку вынул гостя хозяина не гостя отношение к работе мы на работе человек проводит большую часть своей жизни и вот рассматривая в контексте этих двух секторов краном петража рабочее время трудовой день и досуг мы коммунисты заинтересованы чтобы досуг как выразилась моя собеседница вчера не побеждал идет борьба между холодильником телевизором я говорю о борьбе между досугом трудовой день для этого рабочий день должен приносить счастье человеку должен стать самой жизнью я об этом именно мечтал маркс для этого идея коммунизма чтобы каждый мог развить свои творческие способности и вот я начал рассматр расспрашивать девушку ее позицию понять даже каждый человек она считает должен жить по душе а что такое то по душе если вдуматься душа понятия растяжимая а есть конкретно понятие личность который с одной стороны проекция общества на биологические носители есть и обратная связь это понятно то есть с одной стороны это врожденные склонности и способности во многом врожденный генетически детерминированный момент а с другой стороны это привычки навыки то что вырабатывается в процессе общественно значимые деятельности и вот это все в комплексе это как представляете есть по душе в соответствии с истинными желаниями личности то есть меня больше второй компонент интересует потому что он может как-то на него можно повлиять человек нет машины нет прав не умеет он и водить ему это не совсем по душе если все это имеется то вполне по душе и вот тут есть очень интересный аспект дело в том что капиталистическое общество принципе не производит трудовой деятельности по душе она производит по душе сфере потребления которая скрывается в секторе досуга то есть если золушка сфере потребления может на рынке купить те самые туфельки которые на ее ножку крайнем случае их на заказ и шить могут то на рынке труда она будет вынуждена выбирать из двух зол меньше вот это не по душе и это не совсем по душе и вот более-менее вот это по душе либо золушка должна начинать дело жизни творить то что ей по душе самостоятельно творить новый смысл для этого может понадобиться и целая жизнь и тонны терпения и принесение себя в жертву что по душе будут жить уже другие люди кстати это очень важный на мой взгляд образ золушки когда я занимался фильмом поисках пролетариях был у меня перед глазами даже не один я с иностранного языка рассказы любительские переводил чтобы вывести архетип литературный и вот этот момент который раскрыл он позволяет нам с точки зрения донесения коммунистических идей до трудового народа понять что дает коммунизм для личности потому что при личности вот этот огромный сектор караминометража будет производиться трудовая деятельность по душе с одной стороны общество будет ориентироваться на способности и склонности каждого с другой стороны будет правильная существовать система образования и воспитания которые формируют адекватные привычки и навыки это один момент а другой момент который хотел бы сегодня коснуться колоссается социальной классификации я часто буду касаться этого момента вот коллективная составляющая трудовой деятельности и влияние на классовое сознание то есть пример не новый шахтеры их коллективный образ труда способ труда формирует один тип сознания и офисный планктон индивидуальное рабочее место компьютер совсем другой образ но вот в чем не видится проблема современных марксистов они выхватывают из сложного объема явления один единственный одну единственную сторону пусть даже верно отражающую объективную реальность и всюду проталкивают его ее где нужно и где не нужно как универсальный аргумент а между тем если взять офисный планктон и они конкретно свою собеседницу беру который сейчас и творческие навыки дизайне осваивает наука она занимается я беру в целом вот этих людей документы производители бумагоморатели которые производить принципе не привыкли стремятся минимизировать деятельность у них все намерение полоса сосредоточены в секторе досуга они им по душе делать как можно меньше это для них по душе заинтересованность такое слово моя собеседница вчера употребила но какая может быть заинтересованность классовая заинтересованность и вот им неважно где в какой конторе работать важнее получается что регион тепло или наварился пушистый снежок был а вот например начальник директор предприятия будет как клещ цепляться за кресло зато у него есть некое системное видение социальных процессов как плановое мышление чернорабочий грузчик он будет скорее всего уважать физический труд вообще а квалифицированный слесарь будет ценить мастерство и эти свои свойства проявлять том числе в быту и даже с коллективной составляющей не все так просто потому что если взять в целом не только коллективную и социальную мотивацию тот же офисный планктон он ведь мотивирован на свою деятельность непроизводительную социумом так как это оплачивается и очень сверхпассионарный должен быть человек чтобы идти какой-то цели вообще без мотивации общество тот же муаммар каддафи он принес себя в жертву но он принес себя ради общества ради дальних то есть ради людей в конце концов то есть тут получается два момента важных для классификации помимо всего прочего имеет значение что конкретно производит и каким способом производит и конечно возможно что люди с моей точки зрения в секторе досуга займутся самообразованием и самовоспитанием но для этого требуется мотивация страны коллектива либо в общество например коммунистического общества и когда я рассматриваю все эти отряды подотряды трудящихся в их сложных аспектах гранях я прихожу к выводу что возможно пять критериев которые дал владимир и лично для разделения классов в работе великого почин недостаточной для создания современной системы социальной классификации в принципе я считаю эмпирические данные надо собирать а мы не собирали когда делали фильм в поисках пролетария у меня и сейчас есть коллекция ссылок я до сих пор собираю что происходит с рабочим классом в нашей саратове области а до сих пор пока это все чисто теоретически без опоры на реальность каждый политик так и будет кричать спину рта какой-то своей правде а волосы ныне там все это очень грустно с точки зрения золушки та же моя собеседница вчерашние сегодня деньги сняли детские закап ремонт всю зарплату с карточки хочет бороться спасибо за внимание 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 Продолжение следует...